В этом году на обновление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства из областного бюджета было выделено более 900 миллионов тенге. На сегодня закуплены и отправлены в районы 24 трактора, 2 автобуса и другая необходимая техника. Кроме тракторов и автобусов были закуплены 25 лесопосадочных машин, 15 плугов, 16 культиваторов, 7 зубчатых и 10 дисковых борон. Новую технику получили лесхозы Актубе, Шалкарского, Мартукского, Тимирского, Кабдинского, Уиллского, Атикибийского районов, а также Аркашские учреждения по охране лесов и животного мира. Это поможет озеленению региона. К слову, в области за 5 лет планируется посадить 60 миллионов деревьев. В Кабдинском лесоохранном учреждении работают 50 человек. Организация получила 3 новых трактора. Ранее у них было 8 машин и 10 белорусских тракторов. Однако новая техника более мощная, чем старая. Специалисты отмечают, что обновление материально-технической базы поможет им в развитии сферы лесного хозяйства. С 1 июля в стране повысилась заработная плата лесников. На собрание ветерана лесного хозяйства высказали просьбу о повышении зарплаты и трактористам. В селе Караул Кельды Байганинского района проводится работа по обустройству инженерных сетей. В жилом массиве Булашак села Караул Кельды в скором будущем будет проживать свыше 1 тысячи семей. В перспективе это амбициозный и густонаселенный район. Здесь полным ходом ведутся работы по прокладке инженерных сетей, в частности газа и водопроводов, а также линии электропередач. По словам представителя подрядной организации, специалистов и техники хватает. Дополнительно привлекаются к работам жители райцентра, а также большегрузочная техника. Более половины водопровода уже проложены. Также ведутся работы по прокладке газопровода. В жилом массиве планируется возвести 11 социальных объектов. Эти работы наберены завершить до конца года. Также в селе Караул Кельды были проведены работы по строительству новой водонапорной башни. На возведение сооружения мощностью 160 кубометров было выделено 44 миллиона тенге. Жители Актубе жалуются на плохое качество мобильного интернета в целом связи. Особенно остро проблему ощущают жители новых микрорайонов. Качество услуг операторов оставляет желать лучшего. Кроме того, если в городе эта проблема наблюдается местами, то в отдаленных селах связи интернета и вовсе нет. В Управлении цифровых технологий рассказали о причинах данной проблемы и принимаемых мерах по ее решению. Вопросы развития машиностроения и обеспечения занятости населения были рассмотрены на совещании под председательством Акима области Ярала Тукжанова. По итогам первого полугодия в машиностроительной отрасли произведено продукции на 37 миллиардов тенге. Реализуется пять инвестпроектов общей стоимостью 183 миллиарда. Аким области подчеркнул необходимость увеличения доли машиностроения в экономике региона и поручила обеспечить своевременную реализацию и ввод новых проектов. Также по итогам года активными мерами занятости планируется охватить порядка 53 тысяч жителей. По состоянию на конец июля трудоустроено более 28 тысяч человек. Аким области поручил руководителям профильных госорганов активизировать меры трудоустройства граждан, взять на контроль заключение электронных трудовых договоров с каждым работником и перечисление пенсионных взносов. Аким области Ярала Тукжанов на аппаратном совещании представил нового руководителя управления предпринимательства распоряжением главы региона на данную должность назачин Жангельда Аубакиров. 44-летний Аубакиров Жангельда Илью Сизович родился в Храмтаусском районе. В разные годы трудовой деятельности занимал должности в банках второго уровня и субъектах частного предпринимательства. Работал заместителем Акима города Актау. С июля 2019 года до настоящего времени был заместителем Акима города Актубе. Мусоровывозящая компания Clean City, которая охватывала 60% города, завершила свою работу. На ее место пришла новая организация Актубе Тазахала Кзмет. При этом техника и персонал Clean City переходят в новой компании. Тарифы прежними не останутся. Их планируют увеличить для эффективности работы. В ходе брифинга в региональной службе коммуникации сегодня представили новую организацию и заверили, что впредь проблем с мусором не будет. В этом году для борьбы с мусором городским Акиматом на 3 миллиарда тенге была закуплена техника. 5 единиц уже прибыли в город. Остальные 20 доставят до 15 сентября. И уже тогда проблем с отходами в Актюбе не будет. Обещают власти. Говоря о новой компании, проводить работу Актюбе Тазахала Кзмет будет на базе социально-предпринимательской корпорации. На данный момент ведется принятие абонентской базы Clean City. По словам руководства СПК Актюбе, работа будет произведена нам быстрее, если жители проявят сознательность и начнут наконец-таки оплачивать данную услугу. Напомним, Акиматом города Актюбе принято решение разработать программу, благодаря которой платежи по всем видам услуг, к примеру, за газ и свет, не будут проходить без оплаты за вывоз мусора. Более 12 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа выделено для Актюбинской области на текущий месяц. С 1 августа к настоящему времени с трех заводов-производителей для нужд региона отгружено более 400 тонн топлива. Согласно информации с заводов-производителей, эта работа ведется по утвержденным графикам. Данный вопрос находится на контроле руководства области. Депутаты городского масляхата ознакомились с состоянием местного детского реабилитационного центра и дома ребенка. Народные избранники провели материальную базу заведений, созданные для маленьких воспитанников условия. Данное небольшое реабилитационное заведение на 32 места ежедневно посещают 10 детей. Детям старше двух лет проводится лечебный массаж. Кроме того, работают специалисты-логопеды и дефектологи. Родители, которые приходят в центры ежедневно, говорят, что лечение дает положительный результат. А дом ребенка УМОТ рассчитан на 55 детей. Сейчас здесь воспитываются 38 малышей. К сожалению, почти все они остались без родительской опеки. Многие живут здесь постоянно. Некоторые проводят время только днем и возвращаются домой поздно вечером. Оборудованы комнаты для четырех групп. Уход поставлен на хорошем уровне, но здание нуждается в капитальном ремонте. И мебель изношена, говорят специалисты. Ознакомившиеся с работой заведения народные избранники говорят, что обществу необходимо работать над тем, чтобы каждый ребенок воспитывался в своем доме. Отметим, здесь малышей воспитывают только до 4-летнего возраста. Позже детей направляют в реабилитационный центр Айала. Тэквонтисты области вернулись с чемпионата мира. В соревнованиях, которые проходили с 27 по 30 июля, в столице Кыргызстан, Бишкеки, приняли участие 50 спортсменов из региона. Тэквонтисты из разных уголков мира сражались за медали первенства. Помимо титула победителя, Индира Манбай получила пояс мастера тэквондо. Отметим, по итогам турнира сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете. Всего на чемпионат было подано 800 заявок. Спортсмены планируют подготовиться на чемпионат Азии, который пройдет весной. До конца года планируется охватить интернетом 98 сел региона. Это улучшит связь для более 17 тысяч жителей. На прошедшем совещании, в котором приняли участие глава региона, был обсужден вопрос повышения качества интернета в области. В Октябрьской области с каждым годом увеличивается охват сел качественным интернетом. Некачественная связь – это одно из основных препятствий для внедрения новых технологий. В совещании приняли участие руководители акционерного общества «Казактелеком», управление цифровых технологий области, а также представители компаний сотовой связи. По словам руководителя ответственного ведомства, Сета Уторбаева до конца года запланировано обеспечить интернетом 98 сел. Что касается интернета в городе, то существует ряд проблем, препятствующих работе в этом направлении. Глава региона подчеркнул, что проблемы с интернетом продолжаются оставаться в центре внимания. Он поручил операторам сотовой связи выполнить все запланированные работы по остановке антенн и принять другие меры для решения этой проблемы. Что касается национального оператора связи, то его представителями главе региона были презентованы дома, где проведен высокоскоростной интернет, а также рассказали о проделанной работе в регионе. Футбольный клуб Актюбе в ответ на матч Лиги конференции на своем поле уступили грузинскому торпедо. Красно-белые первыми открыли счет. Отличился Максим Самородов на 31-й минуте первого тайма. Но после перерыва инициативой завладели гости, которые реализовали свое преимущество в два забитых гола. Сначала усилиями Георгия Арабидзе, а позже Ирак Лебугридзе. Итог – минимальный проигрыш Актюбе. Отметим, согласно статистикам данным УИФА, в прошедшей игре актюбинцы имели двукратное преимущество по ударам, а вот угловые удары больше наносили грузины. Также красно-белые чаще оказывали в офсайде и нарушали правила. А вот по штрафным карточкам преимущество оставалось за гостями – четыре желтых и одна красная. Тем не менее, по результатам двух матчей подопечный Андрея Карповича проходит в следующий отборочный раунд Лиги конференции. Отметим, в нем соперниками Актюбе будет румынский Сепси. По поручению Министерства просвещения проведен мониторинг готовности организации образования к новому учебному году. В области насчитывается 410 школ. В 270 из них завершен косметический ремонт. Они готовы к началу учебного года. В остальных школах продолжаются работы. В 25 организациях среднего образования идет капитальный ремонт. До 1 сентября его планируется завершить в 13 школах. В остальных – 12 позднее. Для организации образовательного процесса в заведении, где имеется риск незавершения ремонта к началу учебного года, установлены места временного обучения детей. В областном историко-краеведческом музее стартовала этнобытовая выставка. Основной целью является ознакомление посетителей с различными предметами быта, которые хранятся в фондах заведения. Всего любители истории и искусства смогут до конца августа увидеть 50 различных экспонатов. Они сделаны умельцами из камыша, тростника, дерева и даже тыквы. Безусловно, особую гордость представляет тростниковая столовая посуда, подаренная в дар музею гостями из Вьетнама. К слову, подобная практика активно принимается в фонды, постоянно пополняются благодаря зарубежным туристам. Насладиться творчеством народных умельцев любой желающий может совершенно бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова